Первые семьи начали переезжать в новые квартиры по программе реновации. Они станут жителями нового дома на 5-й парковой улице. Для тех, кому сложно справиться с переездом самостоятельно, предусмотрена помощь, работают грузчики. Теперь переносимся на запад Москвы. Сегодня там пущено движение по новой эстакаде на пересечении МКАД и Мичуринского проспекта. Ожидается, что с открытием новой развязки удастся снизить транспортную нагрузку на эти магистрали и улучшить подъезд к районам Внуково, Солнцево и Новопеределкино. Всем привет! В этом выпуске расскажу об основных изменениях в конструкции формикария у огненных муравьев Соленопсис гимината. Первое, что я сделал, это изготовил для них еще один гипсовый модуль. Эта конструкция для их содержания оказалась очень удачной. В обычный гипсовый контейнер заливаем гипс. Желательно, конечно, использовать высокопрочный гипс, например, Г-16. Достаем, высушиваем и вырезаем ходы. В этот раз я вырезал 3 и 4 этажа. Причем этажи между собой я не соединял. Это сделают сами муравьи. Как я увидел на примере предыдущего гипсового модуля, непреодолимого гипса для них нет. Они сами построят свою систему ходов, как им больше нравится. Сверху обязательно наличие металлической сетки. Сетку я приклеил термоклеем. Это один из немногих материалов, который длительное время может держаться под воздействием жвал огненных муравьев. От земляного модуля я решил отказаться. Увлажнение его проблематично из-за полного прекращения чудодейственного действия антипобега во влажной среде. А без влаги земля становится сыпучей и не позволяет построить гнездо муравьям. Постепенно я убираю оттуда песок. И после полного его изъятия этот блок я буду отключать. Естественно, что и арена была перенесена. Теперь она подстыкована к новому формикарию. И не просто подстыкована. Я использовал длинную трубку. Длина составляет примерно 2,5 метра. Для удобства размещения трубка была свернута в кольцо. Такой своеобразный мкат получился. По моей задумке, эта длина ослабит их рьяный пыл на попытке преодолеть антипобег в арене. Работает ли этот способ? Вы знаете, точно 100% он работал в самом начале. Спустя пару недель, когда все муравьиные дорожки были выстроены, отлажена работа огненной машины, эта эффективность стала снижаться. Но все равно, активность муравьев снизилась. Поэтому пока такой метод работает. Для дальнейшего расширения формикария для этих муравьев можно будет использовать такие же гипсовые модули. При желании можно будет сделать еще одну арену. Но у меня для дальнейшего развития соленопсис гемината нет места. Питаются они также. Основной рацион составляет мясо. Периодически им выпадает желе. Через день приблизительно даю сироп. Мак тоже есть. Я напомню, что эта колония сейчас продается. И приобрести ее можно, написав мне на почту или зайти в наш магазин ВК. Ссылка в описании. Кстати, в магазине сейчас продаются и другие муравьи. Например, пожарники и винаторы. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал. Если выпуск вам понравился, обязательно поставьте лайк. До скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»